В республиканском субботнике приняли участие более двух миллионов белорусов. Собрано свыше 9 миллионов рублей. В этом году все заработанные деньги решено направить на две основные задачи – укрепление материально-технической базы медучреждений и ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Почти 2500 грузовиков стоят на границе с ЕС. После выходных очереди в несколько километров для больших грузов наблюдаются на белорусско-литовской границе. Только в на Млоге свыше 600 машин. Неутешительная ситуация на польской границе. Там в трех пунктах пропуска скопилось почти 700 фур. Есть очереди, но не такие большие и на белорусско-латвийском погранпереходе. Здесь таможенного оформления ожидают 145 фур. Три плиты перекрытия обрушились на 17-летнего парня в Осиповичах. Достать его из-под ловушки спасатели смогли лишь при помощи гидравлического инструмента. Молодой человек остался жив. Здание, где случилось ЧП – недостроенная больница. В МЧС отметили, что предполагаемая причина обрушения – ветхость несущих конструкций. На выходных стартовал чемпионат Беларуси по футболу в Первой лиге. Накануне свой стартовый официальный матч в новом сезоне Бобруйская Белшина провела дома, уступив со счетом 0-2. В первом туре первенство команда играла с пинской волной. Во втором Белшиновцы будут принимать соперников также на своем поле. Большинство встреч состоится в выходные дни.